Была затронута тема строительства котельных. Насколько это целесообразно? Во-первых, по торгу ничего было не очень понятно, сколько его есть из запасных. А по биотопливу, то есть по щепе, по отходам, где есть опиление? Ну, наверное, с нынешним курсом евро, наверное, нащипая и опилку поедут в Фильяне, скорее всего. Чем тогда будет топиться эта котельная? Потому что мощность 90 мегаватт очень большая. Большая объемка. По нашим данным, по данным корейской таможни, в частности, порядка 100 тысяч плотных кубических метров щепы пересекает границу. Значит, биокотельная будет иметь 3 котла 20 мегаватт, то есть 60 мегаватт, и 2 котла жутко-топливных, дизельным топливом. Да, вы правы, что курс евро сейчас позволяет, в общем-то, нашим производителям везти за границу, но поверьте, что плечо, которое составляют наши поставщики за рубеж, это Швеция, Финляндия, доходит до 700 км. То есть 700 км человек подумает, наверное, тот же Шаблинский наш уважаемый, да, кто на Светвуд, это все те, кто производит щепу. Что касается торфа, то есть плечо 5 км доехать от Светвуда или от Шаблинского доехать до котельной, которая потенциально будет на Зевском перекрестке. Ну, вы знаете, место географически, это место от ТНК до светофора. Что касается торфа, то разведанных месторождений торфа у нас, ну, есть карта Министерства идеологии, Министерства Академии наук Корейской СССР, еще когда СССР было, да, это есть в районе государственной границы, в районе Ридмозера, Южкозера. Но, к сожалению, месторождение чуть больше двух метров, конечно, лучше бы они были четырехметровые, но уже два метра целесообразно использовать для разработок. Понятно, что сейчас просто никто торфом не занимается, потому что, ну, кто бы из коммерсантов, из бизнесменов начал бы заниматься торфом, ну, вот куда это делать, да. То есть понятно, что с момента начала строительства котельной необходимо срочно начинать производство торфа. То есть его добычу, сушку, складирование и так далее. Наверняка же будет в тарифе некая инвестиционная составляющая. Сколько она может примерно вот составить и на какой период? Сложно сейчас говорить, сколько будет стоить торф. Ну, во всем мире он стоит в раза два с половиной, три дешевле, чем мазут. Вопрос в том, что на период окупаемости проекта тариф на теплую энергию будет заморожен, да, как на мазуте. Мы ориентируемся на 3 тысячи рублей. И вот на период окупаемости порядка 6-7 лет он будет таким. Когда проект будет, деньги в проект будут вращены, тариф будет установлен в соответствии с новым беномбором. Продолжение следует... Продолжение следует...